Точка от центра грани АВЦД куба АВЦД А1В1С1Д1, ребро которого равно А. Смотри рисунок. Найдите в первом случае расстояние от точки О до вершины В1 куба. Второе, тангенс угла между прямыми В1О и ДД1. Для начала сделаем схематический рисунок, запишем данную. АВЦД А1В1С1Д1 куб. Ребро куба равно А. То есть АВ равно А. Найдите в первом случае отрезок ОВ1. Во втором случае тангенс угла между прямыми В1О и ДД1. Для начала рассмотрим первый случай. Ребро ВВ1 равняется ребру АВ. Так как ребра куба равны. БУ равняется половине ВД. АО равняется половине АС. БД равно АС. Точка пересечения диагонали квадрата делится пополам. Также диагонали квадрата равны. Тогда с этих трех пунктов мы можем сделать следующий вывод. Что БУ равняется АО. Обозначим длины этих отрезков через Х. Также мы можем сказать, что БД перпендикулярна АС. Диагонали квадрата перпендикулярны. Рассмотрим треугольник АОВ. Треугольник АОВ будет прямоугольный. По ранее доказанному. Воспользуемся теоремой Пифагора. Квадрат гипотенуза АВ квадрат будет равняться сумме квадратов катетов. АО квадрат плюс БО квадрат. Подставим сюда наши условия. Тогда у нас получается. АВ это А. А квадрат равняется. АО мы обозначили через Х. Х в квадрате. Плюс БО квадрат. Это также Х квадрат. Выразим отсюда Х квадрат. Тогда у нас получается, что 2Х квадрат равняется А квадрату. Откуда Х квадрат будет равняться А квадрат в знаменатель 2. И отсюда Х будет равняться корень от А квадрат в знаменатель 2. Преобразовав, мы получим А корней из 2 на 2. Чтобы избавиться от рациональности в знаменателе от корня из 2, нужно домножить дробь на единицу в виде корень из 2, а корень из 2. Рассмотрим треугольник ВВ1О. И напишем теорему Пифагора. Квадрат гипотенуза ВВ1О будет равняться сумме квадратов катетов ВВ1 квадрат плюс ВО квадрат. Ребро куба ВВ1 перпендикулярно плоскости основания. А так как оно перпендикулярно плоскости основания, отсюда следует, что оно будет перпендикулярно любой прямой, принадлежащей данной плоскости. Следовательно, ВВ1 перпендикулярно ВО. Выразим отсюда ВВ1О. Тогда мы получаем, что ВВ1О будет равняться корень квадратный от ВВ1 квадрат плюс ВО квадрат. Подставим сюда наши условия. Тогда у нас получается, что ВВ1О будет равняться ВВ1 это А. А в квадрате. ВО это Х. Х мы ранее нашли. Это А корней из двух, знаменатель 2. И вся правая часть под корнем. Преобразовываем далее. Раскрываем скобки. Получается А квадрат плюс 2А квадрат, знаменатель 4. И все это под корнем. Сократим. И приведем к общему знаменателю. Тогда у нас получается числитель 2А квадрат плюс А квадрат, знаменатель 2. И все это под корнем. Преобразовываем далее. Получается 3А квадрат, знаменатель 2. Вытащим из-под знака корня А. Тогда получается А, умноженный на корень из 3 на 2. Избавимся от рациональности. Домножим наше отражение на корень из 2 на корень из 2. Тем самым мы получим, что ВВ1О будет равняться. Числитель А, умноженный на корень из 6, знаменатель 2. Что и требовалось найти. Первая часть решена. Перейдем ко второй части. ВВ1 параллельно ДД1. Так как противоположная ребра куба попах на параллельно. Тогда отсюда следует, что угол ВВ1О будет равен углу между прямыми ВВ1О и ДД1. Рассмотрим треугольник ВВ1О. И напишем тангенс угла ВВ1О. Тангенс угла ВВ1О будет равен отношению противолежащего катета, это ВО, на прилежащий катет. Это ВВ1О. Подставим сюда наше условие. ВО мы ранее нашли. Это А корней из 2, знаменатель 2. Все это разделить на ВВ1. ВВ1 мы также ранее нашли. Оно равняется А. Разделим. Тогда получается А корней из 2, знаменатель 2А. Сократим А. И тогда у нас получается корень из 2, знаменатель 2. Запишем ответ. В первой части длина отрезка ВВ1О равна А корней из 6, знаменатель 2. Во второй части тангенс угла между прямыми ВВ1О и прямой ДВ1 равняется корень из 2 на 2. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.